Марк Твен Рассказы о великодушных поступках Рассказы о великодушных поступках Раз я жалел, что эти прелестные истории останавливались на счастливой развязке И мечтал узнать продолжение увлекательной повести о благодетелях и облагодетельствованных Это чувство росло в моей душе с такой настойчивостью и силой, что я наконец решился узнать сам, чем кончились эти истории Я принялся за дело и после многих неусыпных трудов и кропотливых изысканий довел его до конца Результаты я изложу перед вами, сопровождая каждую историю по очереди ее истинным продолжением, которое найдено и проверено мной Благодарный пудель Сострадательный врач, который любил читать такие книжки, повстречав однажды бездомного пуделя со сломанной лапой Принес беднягу к себе домой, вправил и перевязал ему поврежденную лапу И, отпустив его на свободу, вскоре забыл о нем Но каково же было его удивление, когда, отворив свою дверь в одно прекрасное утро, он нашел перед ней благодарного пуделя, терпеливо ожидавшего врача, в сопровождении другой бродячей собаки, у которой тоже была сломана лапа Добрый врач немедленно оказал помощь несчастному животному, благодаренно преклоняясь перед неистощимой благостью и милосердием Господа, который не пренебрег таким смиренным орудием, как бездомный пудель, для того, чтобы укрепить и так далее и тому подобное Продолжение На следующее утро сострадательный врач нашел у своих дверей двух собак, сияющих благодарностью, а с ними еще двух псов коллег Коллеги тут же были излечены, и все четыре отправились по своим делам, оставив сострадательного врача более чем когда-либо преисполненным благочестивого изумления День миновал, наступило утро, перед дверями сострадательного врача сидели теперь четыре побывавших в починке собаки, а с ними еще четыре, нуждавшиеся в починке Прошел и этот день, наступило другое утро, теперь уже шестнадцать собак, из них восемь только что покалеченных, занимали тротуар, а прохожие обходили это место сторонкой К полудню все сломанные лапы были перевязаны, но к благочестивому изумлению в сердце доброго врача невольно начали примешиваться кощунственные чувства Еще раз зашло солнце и осветило тридцать две собаки, из них шестнадцать с переломленными лапами, занимавших весь тротуар и половину улицы Остальное место занимали зрители человеческой породы Вой раненых собак, благодарный виск излеченных и комментарии зрителей производили большое, сильнодействующее впечатление Но движение по этой улице прекратилось Добрый врач послал заявление о выходе из числа прихожан своей церкви, чтобы ничто не мешало ему выражаться с той свободой, какая требовалась обстоятельствами После этого он нанял двух хирургов себе в помощники и еще до темноты закончил свою благотворительную деятельность Но всему на свете есть предел Когда еще раз блеснуло утро, и добрый врач, выглянув на улицу, увидел несметное, необозримое множество воющих и просящих помощи собак, он сказал Нечего делать, надо признаться, я был одурачен книжками Они рассказывают только лучшую половину истории и на этом ставят точку Дайте-ка сюда ружье, дело зашло чересчур далеко Выйдя из дома с ружьем, он нечаянно наступил на хвост первому облагодетельствованному пуделю, и тот немедленно укусил его за ногу Надо сказать, что великое и доброе дело, которому посвятил себя этот пудель, пробудило в нем такой сильный и все растущий энтузиазм, что его слабая голова не выдержала, и он взбесился Через месяц, когда сострадательный врач в страшных мучениях погибал от водобоязни, он призвал к себе рыдающих друзей и сказал Берегитесь книг, они рассказывают только половину истории, когда несчастный просит у вас помощи, и вы сомневаетесь, к какому результату проведет ваша благотворительность Дайте волю вашим сомнениям и убейте просителя С этими словами он повернулся лицом к стене и отдал душу Богу Сострадательный писатель Бедный и молодой начинающий литератор тщетно пытался пристроить куда-нибудь свои рукописи Наконец, очутившись лицом к лицу со всеми ужасами голодной смерти, он рассказал свою печальную историю одному знаменитому писателю, прося у него совета и помощи Этот великодушный человек ненедленно отложил все свои дела и принялся за чтение одной из непринятых рукописей Закончив это доброе дело, он сердечно пожал руку молодому человеку и сказал Ваша рукопись не лишена интереса, зайдите ко мне в понедельник В назначенное время знаменитый писатель с любезной улыбкой, но не говоря ни слова, развернул перед начинающим литератором еще важный, только что вышедший из печати, номер журнала Каково же было изумление бедного молодого человека, когда он увидел, что в журнале напечатано его собственное произведение Как смогу я отблагодарить вас за этот благородный поступок? — произнес он, падая на колени и разражаясь слезами Знаменитый писатель был известный Снодград Бедный начинающий литератор, таким образом спасенный от безвестности и голодной смерти, не менее известный впоследствии Снэксби Пусть этот случай убедит нас благосклонно выслушивать всех начинающих, которые нуждаются в помощи Продолжение На следующей неделе Снэксби пришел с пятью отвергнутыми рукописями Знаменитый писатель слегка удивился, так как в книгах он читал, что молодому гению помощь требуется обычно только один раз Однако он перепахал и эти страницы, срывая по пути лишние цветы красноречия и расчищая заросли прилагательных После чего ему удалось пристроить еще две рукописи Прошло около недели, и благодарный Снэксби явился с новым грузом Удружив на первый раз молодому страдальцу, знаменитый писатель чувствовал глубочайшее внутреннее удовлетворение Сравнивая себя с великодушными героями в книжках Однако он начинал подозревать, что наткнулся на что-то новенькое по части великодушных поступков Его энтузиазм несколько поостыл Все же он не в силах был оттолкнуть молодого автора, пробивающего себе дорогу Тем более, что тот глянул к нему с такой наивной простотой и доверчивостью И вот дело кончилось тем, что молодой начинающий литератор скоро оседлал знаменитого писателя Все его слабые попытки сбросить этот груз не приводили ни к чему Он должен был ежедневно давать советы своему юному другу Ежедневно поощрять его Он должен был пристраивать его рукописи в журналы Переписывая каждый раз все слово от слова, чтобы придать вещи приличный вид Когда, наконец, дебютант встал на ноги, он завоевал себе молниеносную славу Описав личную жизнь знаменитого писателя так саркастически и с такими язвительными подробностями, что книга разошлась во множестве экземпляров Из сердца знаменитого писателя не выдержало унижения И, спуская последний вздох, он сказал «Увы, книги обманули меня, они рассказывают мне все Берегите спробивающих себе дорогу литераторов, друзья мои Кому Бог уготовал голодную смерть, того да не спасет самонадеянно человек на свою же собственную погибель» Благодарный супруг Одна дама проезжала по главной улице большого города со своим маленьким сыном Как вдруг лошади испугались и бешено понесли Причем кучер был сброшен с козел, а седоки в коляске окаменели от страха Но храбрый юноша, прабивший бокалейным фургоном, бросился на перерез обезумевшим животным И остановил их на всем скаку, рискуя собственной жизнью Вероятная опечатка Марк Твен Благодарная дама записала его адрес и, прибыв домой, рассказала об этом героическом поступке Своему мужу, который любил читать книжки И он, проливая слезы, выслушал трогательный рассказ А потом, возблагодарив совместно с дорогими его сердцу того, кто не допустит даже воробья упасть на землю незамеченную Послал за храбрым юношей и, вложив ему в руку чек на пятьсот долларов, сказал Возьмите это в награду за ваш благородный поступок, Уильям Фергюсон И если вам понадобится друг, вспомните, что у Томсона Макс Падена бьется в груди благодарное сердце Пусть это научит нас, что благое дело всегда приносит пользу тому, кто его творит, какое бы скромное положение он ни занимал Продолжение Уильям Фергюсон зашел через неделю и попросил мистера Макс Падена воспользоваться своим влиянием и достать ему место получше Так как он чувствует себя способным на большее, чем править фургоном Мистер Макс Паден добыл ему место письмоводителя с хорошим жалованием Вскоре заболела мать Уильяма Фергюсона и Уильям Ну, короче говоря, мистер Макс Паден согласился взять ее к себе в дом Прошло немного времени, и она стасковалась по своим младшим детям Так что Мэри и Джулию тоже взяли в дом, а также и Джимми, их маленького брата У Джимми был перочинный ножичек В один прекрасный день он забрался в гостиную и менее чем в три четверти часа превратил мебель, стоившую десять тысяч долларов, в нечто, не имеющее определенной цены Днем или двумя днями позже он упал с лестницы и сломал себе шею, и на похороны явилось человек семнадцать родственников Так состоялось знакомство, и после этого кухня Макс Паденов уже никогда не пустовала, а сами Макс Падены были заняты по горло, подыскивая им самые разнообразные занятия и опять подыскивая новые, когда эти им приедались Старуха Фергюсон здорово пила и здорово ругалась Но благодарные Макс Падены знали, что должны терпеть и наставлять старуху, так как ее сын много для них сделал, и отдавали этому занятию все свои душевные силы Уильям наведывался частенько, получал деньги, раз от разу все меньше, и попрашивал новые, более высокие и доходные должности, которые благодарный Макс Паден старался ему выхлопотать как можно скорее Макс Паден согласился также после некоторых колебаний устроить Уильяма в колледж Но когда подошли первые вакации, и наш герой попросил, чтобы его отправили в Европу для укрепления здоровья Затравленный Макс Паден взбунтовался и восстал против своего тирана Он отказал на пленик и на отря Мать Уильяма Фергюсона так изумилась, что выронила из рук бутылку с джидом, и язык ее отказался спернословить Несколько оправившись, она произнесла, задыхая «Так вот она какая! Ваша благодарность! Где были бы ваша жена и ваш мальчик, если б не мой сын?» Уильям сказал «Так вот она какая! Ваша благодарность! Спас я вашу жену или нет? Скажите сами!» Семеро родственников толпой ввалились из кухни, и каждый повторил «И это ваша благодарность?» Сестры Уильяма укоризненно глядели, говоря «И это его благы!» Но тут их прервала мать, которая воскликнула, разражая слезами «Подумать только, что мой невинный голубок Джимми погиб, оказывая услуги такой гадине!» Тогда мятежный Макс Паден воспрянул духом и ответил, вспылив «Вон из моего дома, бродяги! Меня одурачили книги, но больше они меня не проведут. Довольно и одного раза!» И, обернувшись к Уильяму, он воскликнул «Да, вы спасли мою жену, но следующий, кто это сделает, умрет на месте!» Не будучи проповедником, я помещаю цитату в конце, а не в начале проповеди. Вот эта цитата из воспоминаний мистера Ноя Брукса о президенте Линкольне, напечатанных «Скридмерс Мансли». Джиг Гакет в роли Фальстофа очень понравился мистеру Линкольну. Пожелав, как это было ему свойственно, выразить чувство признательности, Линкольн написал актеру очень сердечную записку, который сообщал о том удовольствии, с каким он смотрел спектакль. Гакет послал в ответ какую-то книгу, возможно, написанную им самим. Кроме того, он написал президенту несколько писем. «Однажды вечером, довольно поздно, когда этот эпизод уже изгладился из моей памяти, я отправился по приглашению в Белый дом. Проходя в кабинет президента, я, к своему изумлению, заметил мистера Гатита, который сидел в приемной, очевидно ожидая аудиенции. Президент спросил меня, есть ли там кто-нибудь. Услышав ответ, он сказал довольно грустным тоном. «О, нет, я не могу его принять, не могу, я надеялся, что он уже ушел». Потом он прибавил. «Это показывает, как трудно иметь добрых друзей и знакомых в моем положении. Вы знаете, мне очень нравился Гакет как актер, и я написал ему об этом. В ответ он прислал мне книжку, и я думал, что этим все и кончится. Он как будто мастер своего дела и занимает в театре прочное положение. И вот, только потому, что между нами была дружеская переписка, какая, возможно, между любыми двумя людьми, он чего-то хочет просить у меня. Как вы думаете, что ему нужно?» Я не мог угадать. И мистер Линкольн сказал. «Он хочет быть консулом в Лондоне. О, Боже мой!» Скажу в заключение, что случай с Уильямом Фергюсоном действительно имел место и мне достоверно известен, хотя я изменил некоторые подробности, чтобы Уильям не был на меня в претензии. Каждому писателю, я думаю, в какой-нибудь приятный и чувствительный час своей жизни случалось сыграть роль героя рассказов о великодушных поступках. Я хотел бы знать, многие ли из них согласились бы рассказать об этом эпизоде? И любят ли они, когда им напоминают о том, что из него вас последовало? Наука или удача? «В те времена», — начал свой рассказ мистер Ка, азартные игры в штате Кентукки строго преследовались. Однажды десять или двенадцать молодых людей были застигнуты, когда они играли на деньги в семерку. Эта игра известна также под названием «Старые санки». Дело подлежало рассмотрению в суде. Защитником должен был выступить Джим Сторджус. Чем более раздумывал Сторджус, и чем внимательнее вчитывался он в показания свидетелей, тем яснее ему становилось, что дело совсем безнадежное. Молодые люди действительно были застигнуты за азартной игрой, играли на деньги, от этого никуда не уйдешь. Опрометчивость Сторджуса вызвало сочувствие к нему в обществе. Стоило ли губить столь блестяще начатую карьеру, брать защиту в скандальном деле, которое наверняка окончится обвинительным приговором? Так думали все. Несколько суток Сторджус не смыкал глаз. Зато однажды наутро поднялся в прекраснейшем настроении. Его осенила идея. Он, кажется, нашел выход. Весь день он провел у своих подзащитных, а также конфиденциально беседовал в узком кругу друзей. В суде он признал и игру в семерку, и то, что игра шла на деньги, но вслед затем объявил недрогнувшим голосом, что не считает семерку азартной игрой. Никто в зале не смог удержаться от смеха. Улыбнулся и сам судья. Лицо Сторджуса оставалось бесстрастным, даже суровым. Прокурор попытался высмеять Сторджуса, но без успеха. Судья затейливо пошутил по поводу занятой адвокатом странной позиции, но на Сторджуса не повлияло и это. Наступила заминка. Судья выразил нетерпение, спросив, не слишком ли далеко зашла шутка защиты. Джим Сторджус ответил, что совсем не склонен шутить, но не допустит, чтобы его подзащитные сели в тюрьму лишь потому, что кому-то угодно считать семерку азартной игрой. Он требует доказательств. Судья возразил, что доказать это дело нетрудное и вызвал из публики четырех дьяконов Джабба, Питерса, Берка и Джонсона и двух школьных учителей, Гирта и Миглса. Все они опровергли юридическую вертку Сторджуса, объявив с большим жаром семерку азартной игрой, в которой выигрывает тот, на чьей стороне удача. — Что вы скажете на это? — спросил судья. — Я скажу, что семерка — научная игра, — сказал Сторджус, и незамедлю представить вам веские доводы. Стратегический план защиты стал для всех ясен. Сторджус вызвал кучу свидетелей, которые привели множество доводов в пользу того, что семерка — игра строго научная. Дело, которое казалось проще простого, сделалось весьма заковыристым. Судья почесал в затылке и сказал, что не видит выхода. И истцы, и ответчики могут, как видно, набрать любое число показаний в свою пользу. Судья добавил, что в интересах решения дела он готов сделать шаг навстречу защите, если защита имеет что предложить. В ту же минуту Сторджус был на ногах. Назначьте двенадцать присяжных, шестерых, кто стоит за удачу, и шестерых, кто стоит за науку. Пусть возьмут две колоды карп, запасутся свечами и идут в совещательную комнату. Правда себя покажет. Против этого возразить было нечего. Четыре диакона и два школьных учителя принесли присягу как сторонники теории удачи. Шесть посидевших в боях ветеранов семерки выступили как сторонники научной теории. Присяжные удалились. Прошло часа два, и преподобный Питерс прислал человека, чтобы занять три доллара у одного из своих друзей. Движение в публике. Еще через два часа учитель Миглс прислал человека за тем же. Снова движение в зале. В течение следующих трех-четырех часов второй учители и остальные три диакона произвели аналогичные мелкие займы. Публика, переполнявшая зал суда, не расходилась. Бычий угол давно не сталкивался со столь острой проблемой. Добавим, что она имела насущный практический интерес для каждого уважающего себя отца семейства в поселке. Конец этой истории таков. На рассвете присяжные вышли в зал заседания, и их старшина Диакон Джаб прочитал вердикт. Мы, присяжные, в деле штата Кентукки против Джона Уиллера и других, тщательно рассмотрев обстоятельства дела и проверив теории и доводы, выдвинутые в процессе судебного следствия, единодушно решили, что игра, известная под названием «семерка» или «старые санки», является безусловно не азартной, а научной игрой. Предпринятая нами проверка указанных теорий и доводов выяснила, обнаружила, с очевидностью показала, что за целую ночь сторонники теории удачи не имели ни одного козыря и не выиграли ни единого кода, в то время как противная сторона многократно демонстрировала и то, и другое. В пользу нашего решения свидетельствует также и то, что сторонники теории удачи проиграли до последнего центра, и их деньги пришли к представителям противной теории, вследствие чего мы, присяжные, заключаем, тем, что теория удачи применительна к игре «семерка» или «старые санки» является пагубной и может принести неисчислимые страдания и тяжкий материальный ущерб всем, кто ей будет следовать. «Вот как получилось, что в штате Кентукки семерку исключили из списка азартных игр и стали рассматривать как игру чисто научную и запрету не подлежащую», — сказал мистер К. Решение суда получило силу закона и не оспорено по сей день.